здравствуйте люди добрые вы находитесь на канале голос правда и с вами его ведущий олег бурылов знаете я уже не могу молчать меня тоже совесть требует сказать то что я считаю необходимым я не буду молчать пусть меня закидают землей грязью камнями я скажу то что я считаю необходимо сказать все соцсети телевидения сейчас обсуждают алену водонаева я послушал то что она говорит то что она там считает не пришел к следующему выводу ну она так скажем есть доля правды в ее словах есть доля правды она говорит что надо строить детские сады и школы поднимать уровень благосостояния населения я согласен в принципе то есть то что там президент владимир путин президент россии обещает давать 500 тысяч семьям родившим ребенка я считаю это полная ерунда как надо сделать как я считаю надо почитать историю для начала я в истории есть ответы практически на все вопросы потому что история циклично все более-менее повторяется только в другом виде уже мы берем историю и читаем в российской империи в российской империи каждому кормильцу давали денежную сумму за каждого ребенка если вы хотите повысить демографию в россии это уже к президенту я обращаюсь сейчас президенту россии надо строить школы надо строить больницы надо строить детские сады тогда повысится демография кроме того надо повышать благосостояние население то есть за каждого ребенка вы должны платить тот же народ государство неважно где человек работает в государ на государственном предприятии в частном секторе самозанятые он так называемый неважно родился ребенок заплатите двенадцать тысяч сто тридцать рублей за каждого ребенка второй родился двадцать тысяч двести шестьдесят рублей и так далее за каждого ребенка вот тогда демография стране значительно повысится я думаю потому что у нас сейчас при рождении ребенка семья просто становится нищий я сам свое время когда у меня была семья была жена ребенок жену кстати когда она родила ее фирма обанкротилась и не платили ни гроша то есть мы втроем жили более двух лет на одну мою зарплату работал на государственном предприятии втроем мы жили на одну зарплату честно говоря времена были очень так скажем нищие мы были мы жили очень бедно кроме того мне еще пришлось выплачивать долг перед родственниками но слава богу не перед банками в кредит мы не залезли я все выплатил в течение года но я хочу сказать что второго ребенка я бы уже не потянул если бы жена не работала то есть мы вчетвером на одну зарплату уже не прожили бы это точно а не дай бог там 3 4 мы бы не прожили просто умерли бы с голоду вот именно предложенные мной меры могут увеличить рождаемость ну теперь поговорим о том что сказала алена водонаева что меня лично не устраивает в ее посте в инстаграме она написала что в россии рождают либо богачи либо необразованное было в большинстве своем но я это и прощаю потому что алена водонаева не знает понятие слова быдло она пишет необразованное было все она понимает что быдло это человек у которого нет образования на самом деле это не так быдло это бранное слово так говорят о тупых безвольных людях покорных насилию понимаете словаре ожигово мы читаем что так говорят о людях которые бессловесно выполняют для кого-нибудь тяжелую работу так извините можно половине страны сказать они выполняют бессловесно тяжелую работу очень многие в нашей стране выполнять бессловесно тяжелую работу получается на пол страны сейчас обозвала быдлом но это ладно я это прощаю за себя лично она написала я презираю семьи которые живут в нищете и рожают по 3-4 ребенка а я уважаю семьи которые рожают по 3-4 ребенка несмотря на то что они попадают в нищету я уже объяснил почему они становятся нищими эти семьи а мы давайте вообще опять окунемся в историю той же римской империи гай юрий цезарь римский полководец политик оратор он уважал такие семьи он давал отцам имеющим трех и более детей правда мальчиков земельные участки а таких людей было только в самой италии более 20 тысяч человек их уважали она их презирает ну ладно как говорится это ее личное мнение имеет право так скажем тут вопросов к ней нет также но я не прощаю алене водонаевой следующую фразу аборт это ваше дело касающиеся только вашего тела и ребенка аленом водонаева похоже либо атеист либо сатанист я не знаю я не знаю кто она но верующий человек такую дичь сказать не может верующий человек потому что каждый верующий человек знает женщина которая делает аборт она губит не только жизнь своего нерожденного ребенка но и свою душу алена похоже об этом не знает но она это может не знать похоже да правда я почитал алена водонаева журналист по образованию все понятно ртом то она привыкла работать тут ей не откажешь в этом ладно я сейчас не буду как говорится ее там принижать у нас возьмите вот почему у нас люди такие начинают вообще о политике рассуждать о какой-то культуре кто кого они уважают не уважают а я вот сам алену водонаева после вот этих слов нисколько не уважают да и особо до этого не уважал кто она такая да никто и звать ее никак у нас если министр культуры ходит в футболочке на которой написано пошли вы все на три буквы по известному адресу матерному о чем можно говорить о какой культуре но я против того чтобы такие люди как алена водонаева публично высказывались даже не о политике пусть она говорит о политике это неважно пусть говорит но она не должна о населении нашей страны высказываться в таком негативном ключе я против этого вот у нас в госдуме володин предложила штрафовать ее на 100 миллионов я считаю это неадекватные меры что надо сделать соленой водонаева я считаю вот помните как-то какая-то порно актриса выбежала на футбольный матч голая у нее в итоге там что-то миллион подписчиков или два миллиона стала не помню уже в итоге ее заставили удалить свой аккаунт вот я считаю также алене алену водона его на заставить удалить свой инстаграм это будет адекватная мера раз она не признает свою вину она никого не оскорбила а я считаю она оскорбила большую часть населения россии вот своими такими необдуманными словами потому что человек судя по всему вообще не понимает о чем он говорит он даже значение слов не понимает пишите ваши комментарии подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравилось видео или дизлайки если не понравилось видео я готов ко всему отвечу все до свидания с вами был олег бурилов